Я приветствую всех слушателей, очень рад тем, кто пришел к своим компьютерам, чтобы послушать то, что я буду сейчас излагать. И я попробую поделиться некоторыми своими соображениями, которые возникали на разных этапах не то, чтобы в жизни, но исследований научных давно. Потом они были отложены, потому что требовалось заниматься чем-то другим. А вот сейчас, поскольку все мы сидим в каком-то смысле в замкнутом пространстве, я решил реанимировать некоторые старые идеи, посмотреть, что из этого может получиться, и превратить некоторый относительно связанный курс. Потому что он очень условно относится к тому, что называется еврейское искусство. Я уже не единожды декларировал свою позицию относительно еврейского искусства. Я на самом деле не понимаю, что это такое, потому что это ряд некоторых феноменов, практически не связанных друг с другом, потому что они не имеют такого временного или пространственного континуума. Они разделены временем, разделены пространством и отражают очень разные исторические, историко-социальные особенности. Поэтому в этом курсе я буду говорить о некоторых особенностях визуального языка, которые присущи еврейскому способу выражения, скажем, определенным образом. Но, собственно говоря, не только еврейский, потому что это язык, который возникает как следствие врожденных или, скажем, приобретенных предубеждений против изображения человеческих фигур, против антропоморфных изображений, в каком-то смысле имеет такую иконоборческую в своей сути подоплёку этот язык. Но, скажем, если есть врождённые стигмы, связанные со второй заповедью, то мы прекрасно понимаем, что они преодолевались. Они преодолевались в римско-византийское время, по крайней мере, которое нам теперь более не менее хорошо известно благодаря мозаикам синагог или росписям катакомб, росписям Дура Европос. То есть есть свидетельства фактологические о том, что евреи вполне себе легко обходились с этой второй заповедью. А вот все те стигмы, которые приобретались по дороге, под влиянием самых разных обстоятельств, будь то мусульманство или византийское иконоборчество, оно очень сильно сказалось на еврейском образе визуального мышления. Поэтому вот появился язык, который связан с иносказаниями, аллегориями, скрытыми метафорами. Но, как вы понимаете, это не только еврейский язык. Да, это, собственно говоря, язык искусства, который появляется в разные эпохи. И, например, искусство ранних христиан построено ровно на таких же иносказаниях и аллегориях, и также построена в значительной степени средневековая символика. И, собственно говоря, даже в эпоху барокко вот такой особый язык, который появляется, мы о нём немножко будем говорить, он тоже связан вот с аллегориями и иносказаниями и очень характерен для уже вполне себе эпохи Нового времени. Так что евреи здесь, с одной стороны, не оригинальны. И я и не хочу, чтобы они были оригинальны, потому что они являются, с моей точки зрения, частью общеевропейской культуры. И в этом будет отчасти пафос моего курса. И мы рассмотрим некоторые разнородные, в общем-то, феномены, поскольку они действительно только отчасти могут быть связаны между собой, но так или иначе это всё будет относиться к Европе, во-первых. Во-вторых, время хронологическое того, что мы будем рассматривать, оно довольно динамически будет сжиматься или, наоборот, разворачиваться. Вот сегодня мы будем говорить об очень специальной такой теме, о визуализации имени. Я так это называю, потому что, ну, никто, собственно, этим и не занимался, и никак это не называл. Поэтому вот это моё название, оно является, можно сказать, оригинальным названием этого явления. Вот. А другие лекции будут посвящены другим аспектам. Будет аспект, связанный, да. Вот что касается, извините, визуализации имени, это будет от позднего Средневековья, на самом деле. А в основном это всё-таки будет эпоха Нового времени, Возрождение, Барокко и чуть позже. Остальные другие лекции, скажем так, которая будет посвящена проблеме арки и врат, как некого такого символа, который метаморфозы во времени совершает, очень любопытные, на мой взгляд. Мы там начнём с очень раннего времени. Бестиарий, пожалуй, со средних веков. Ну вот. И последняя лекция, которая будет посвящена некоторым нарративным изображением. О ней мы потом поговорим отдельно. Она будет последняя. И там, как мне кажется, тоже есть несколько десятков любопытных моментов. Всё это связано вот с таким непрямым языком высказываний. Непрямым, которым являются те термины, присущие филологическим представлениям. Аллегория, метафора, метанемия. И на самом деле все эти филологические термины вполне себе уживаются и хорошо работают в визуальном искусстве. И мы, собственно говоря, вот об этом с вами поговорим. Значит, вот это искусство на преодолении стигм и родовых, и полученных по дороге. И, собственно говоря, почему оно появляется, для меня большая загадка. Но, может быть, то, о чём мы будем говорить, позволит как-то это понять в каком-то приближении. Вот сегодня мы говорим о имени и, собственно говоря, о человеке. Потому что практически в каждой культуре представление о связи между человеком и именем, оно, можно сказать, фундаментальное. То есть нет культуры, где бы не происходила рефлексия между тем, как назван человек и его характером, поступками и так далее. Но в еврейской культуре это, может быть, имеет особый характер. Причём этот особый характер, он в первую очередь связан с самими библейскими текстами. С самого начала происходит вот что. Я сделал тут две таблицы, мы сейчас с вами посмотрим. Да, вот, собственно говоря, первая таблица. Таблица, которая относится к пятикнижию. Здесь имена первых людей и имена правоцов. И вот красным я просто выделил ту смысловую часть имени, которая в науке называется этимология. Эта этимология по-разному образуется. И, скажем, у Адама эта этимология, если мы видим тексты, да, у Адама она связана с тем, что он происходит, написано, да, он как бы прах земли. То есть поэтому он Адам, потому что земля — это Адама. Вот. Относительно Хавы существует текст, который говорит, она Хава, потому что она мать для всех живущих. То есть две главные буквы Хед и Гей, которые присутствуют в этой фразе, они образуют имя Хава. То есть вот она как бы мать для всего сущего. Авраам, первый наш праотец, да, у него имя, как вы знаете, меняется во времени. Сам Господь его меняет имя и добавляет одну букву, Гей, которая говорит о том, что он будет гамон легоим, то есть он будет отцом для многих народов, с одной стороны. С другой стороны, эта буква Гей, как вы знаете, присутствует в имени Бога, в имени Всевышнего, и поэтому она указывает на ту связь, которую Бог устанавливается в раму. И то же самое имеется по отношению к Саре. Там тоже появляется буква Гей, и имя её меняется. Имя Сары меняется от Сарай на Сара. То есть вот буква Гей, которая указывает на её связь с божественными силами. Дальше, Яков. Яков имя возникает в связи с характером его рождения, потому что он держался за пятку своего брата и пытался его, Леаков, пытался его как бы это самое обойти. Поэтому вот это Бе-Акаф и Яков, они связаны между собой вот такая этимология, которая построена на характере его рождения. И то же касается Ицхака, потому что слово Ицхак, я думаю, что большинство это знает, но тем не менее мне хочется обратить ваше внимание. Тут есть разные способы образования вот этих самых имён, и они нам в дальнейшем пригодятся. Значит, вот Ицхак образован от того, что Сара засмеялась, ведь это поздно происходило по её возрасту рождения, и сказала, что Бог, в общем, насмехается над ней, Ицхак устраивает. Поэтому и имя она даёт своему сыну Ицхак. И если мы попробуем структурировать вот эти все явления, то окажется, что, во-первых, мы имеем связь имени с происхождением персонажа, и это отражается в фонетике. Второе – мы имеем связь с именем событием или обстоятельствами рождения, где имя является маркером памяти этого события. И третье – мы имеем связь имени человека с его особой выделенностью, в частности, с союзом с Богом, что отражено в самом синтаксисе. Теперь, это не всё, что имеет место в библейском тексте, и что для нас чрезвычайно важно в дальнейшем. Есть ещё один текст, который, можно сказать, основополагающий для дальнейшего рассмотрения визуализации имени, потому что в этом тексте уже происходит эта визуализация. Это текст благословения Якова своим сыновьям. Вот перед вами таблица. Я красным выделил те имена, которые будут чрезвычайно актуальны для более позднего рассмотрения. Это Иуда, Иссахар. Да, на части только Нафтали и Беньямиль, потому что вот этим четырём именам противопоставлены некий образ животного. Скажем, там лев для Иуды, осёл для Иссахара, олень для Нафтали и волк для Беньямина. И это вообще очень небанально то, что мы видим. Хотя традиционно и как бы уже давно понятно, но на самом деле за всеми этими метафорами, которые мы здесь видим, скрывается очень глубокий смысл, потому что в них скрыта пророческая будущность каждого из этих людей. Это не просто сравнение и не просто аналогия, а это глубокая метафора, которая указывает и на характер самого персонажа и на его пророческая будущность на самом деле. Вот что мы видим в этом тексте. Он чрезвычайно визуализирован, он очень зрительно открыт. И не случайно некоторые западные специалисты по геральдике полагают, что вот этот текст является чуть ли не первым геральдическим текстом и образовывают или находят происхождение европейской геральдики вот из этих самых благословлений Иакова. Начало, родовое начало всего этого явления. Как вот это работает в древнем античном мире, римско-византийском и так далее, мы не знаем. Мы не знаем, как нарекались еврейские дети конкретно. Наборы имен нам более-менее понятны, но мы не знаем практику этого. Зато более-менее хорошо знаем практику средних веков. И более того, вот что касается средних веков, то там появляется особое отношение к имени. Причем я буду говорить сейчас в основном про ашкенадский мир. Есть одна замечательная работа «Лила Хасаф», которая посвящена отношению к имени в еврейской, то есть отношению к имени в еврейской ашкенадской культуре седневековой. И вот она на основании исследований говорит следующее. «Такие убеждения, связанные с нареканием имени, принятые с веневиковыми ашкенадскими евреями, подразумевали, что имя не было просто знаком идентичности, а скорее являлось неотъявленной частью этой идентичности. Ядро личности, душа и имя воспринимаются как единство». Вот. Это очень важный момент. И далее она говорит, «Тем не менее, не было никаких специальных религиозных предписаний в отношении практики именования». Вот с этим согласиться, честно говоря, сложно, потому что в книге «Сефер Хасидим», которая когда-то у нас обсуждалась, у Иуда Хасида существует целая глава, которая посвящена именам, проблеме наименования. И Иуда Хасид полагает, что имена, безусловно, влияют на конкретного человека, что они, конечно, связаны с его душой. И он, в частности, вот пишет, например, «Имя человека определяет его судьбу, благополучие, счастье или ущерб. Есть люди, у которых имя стало добрым пред знаменованием. И к детям впоследствии названных их именами благоволила фортуна, и они были удачливы». Более того, он прямо говорит о том, какова эта практика именования. И сейчас мы не будем этого касаться, это немножко уйдет на сторону, но тем не менее известно, что нельзя было называть именем живого человека в кругу близких народившегося ребенка. И, в общем, очень тщательно взвешивалось со всех сторон выбор этого имени. Поэтому практика именования и характер имени, как мы понимаем, были очень скрупулезно взвешивали. Это некое такое предисловие, потому что из средних веков у нас практически не сохранились изображения, о которых я буду в дальнейшем говорить. Были ли они? То есть каким-либо образом визуализировалось имя человека, мы в точности не знаем, потому что памятников мало сохранилось. Вот уникальный памятник, который вы сейчас видите, он относится к 1365 году. И это памятник женщины, Блюмы, дочки Якова из Шпайра. Ну и в Шпайре, кладбище, не сохранилось. Это памятник музея. И что же мы здесь видим? И на самом деле мы здесь видим внизу вот изображение цветочка Блюмы, по-немецки цветок. И просто чисто фонетически имя Блюмы превращается в изображение на надгробе. Это первый пример. И мы, в общем, в окружении этого Шпайрского надгробия в столь раннее время, в XIV веке, больше примеров не имеем, к сожалению. С другой стороны, вот я буду говорить сейчас о моделях, о тех моделях, по которым образуется имя. И не с какой-нибудь схоластической точки зрения я буду говорить об этих моделях, как о такой структуре, скажем, отстраненной. А модели, с моей точки зрения, указывают на контекст. И в этом их особый смысл. То есть вот контекст исторический и, может быть, социальный, при котором эта модель начинает работать. Вот фонетическая модель. Первое надгробие, которое мы рассмотрели, это надгробие Блюмы. Оно нам говорит о многом. Оно нам говорит о социальном статусе женщины в обществе. Потому что надгробие огромное. Текст очень высокого качества. На нем существует изображение. И это говорит нам о том, что вот в эту эпоху, ну, во-первых, Блюма, очевидно, относилась к какому-то такому непростому сословию социальному в этом кругу. А кроме всего прочего, мы видим, что вот отношение к женщинам в эту эпоху, по крайней мере, в этом нижнеримском месте, оно было вполне себе более чем толерантным. То есть оно было равноправным, скажем, судя по надгробию, по отношению к мужчинам. Там есть еще в этом музее еще несколько надгробий мужских. Они даже поскромнее выглядят, чем надгробия этой Блюмы. Но поскольку вот у нас больше нет этих фонетических примеров из этой эпохи, мы двинемся дальше. А дальше мы с вами переместимся за Альпы. Мы переместимся в Северную Италию. Мы довольно много времени будем путешествовать по Северной Италии, в основном в двух городах – в Падуе и в Венеции. Потому что там были две очень мощные общины, начиная с 14-15 века. Эти общины образованы самыми разными людьми, которые пришли из Альп как ашкеназами, так и сефардами, и местными итальянскими евреями, и там получился некоторый такой очень интересный конгломерат всего. Плюс эти общины, конечно, находились внутри вот такого ренессансного окружения, ренессансной культуры. И те надгробия, которые мы сейчас с вами видим, они относятся уже к 16-му веку. Справа, вот это, вернее, нет, слева. Вот это надгробие. Вот оно чрезвычайно интересное для нас. Это надгробие человека, которого звали мэр Кацин-Эленбоген. Мэр Кацин-Эленбоген – человек знаменитый, он был по-дуански Маараль. Он родился, и вот сейчас мы поговорим о том, где он родился и почему он там появился. Этот мэр Кацин-Эленбоген – это надгробие 1565 года. Он там появился из Праки, где учился у якобы Полока, а родился он в Германии. Он родился в горавстве, которое называлось Кацин-Эленбоген, откуда он и вынес свое фамильное прозвище. Потому что фамилий в те эпохи не было, а вот были фамильные прозвища. При этом, конечно, набор этих фамильных прозвищ очень ограничен, и они относились буквально к такому, можно сказать, еврейскому аристократическому сословию, к высшему. То есть далеко не все имели эти фамильные прозвище. Вот Кацин-Эленбогена его имели, его и отец был довольно известный человек у себя там, в этом графстве Кацин-Эленбоген, и он послал своего сына учиться в Праку к самому знаменитому толмудисту того времени. Дальше Раф Кацин-Эленбоген, уже Раф, он перебрался в Паду и стал главой падуанской общины, еще и главой венецианской общины. Он написал довольно много разных трудов, и личностью был крайне незаурядный и почитаемый. И вот его надгрыбе, как вы видите, это такой портал классической формы. Но самое интересное для нас другое. Вот вверху этого портала, вот в этом картуше, изображен код, сидящий код. И это такой один из тоже ранних образцов визуализации имени, в связи с чем это происходит. Значит, как происходит название Кацин-Эленбогена, мы точности не знаем. Вполне возможно, что у него есть связь с каким-то местным племенем германским, которое там находилось. Но народная этимология этому месту придает значение, она разбивает его на два блока, да, Кацин-Эленбоген. Кацин-Эленбоген – это код по-немецки, а Наленбоген – это локоть. Значит, это кошачий локоть. Такова народная этимология этого слова. И у Рава Кацин-Эленбогена, как мы видим, происходит на надгробии вот что. Ему просто на надгробии помещают вот этого самого кота. Таким образом, он воплощает его фамильное прозвище. Да, и становится его фамильной эмблемой. Почему он становится фамильной эмблемой? Потому что на надгробии его сына, Шмуэля Кацин-Эленбогена – это надгробие справа. Оно относится к 1597 году. Да, помещен вот такой же… Ну, не такой же, но помещен тоже код. И еще на Падуатском кладбище сохранились фрагменты надгробий семейства Кацин-Эленбогенов. И на всех этих семейных надгробиях изображен вот этот код, связанный с Кацин-Эленбогеном. К сожалению, ну вот мы не знаем, каковы были надгробия потомков Кацин-Эленбогена, потомков знаменитых у него крайне много, начиная от знаменитого Шауля Валя, такого, который там связан с польской историей, или с Карлом Марксом, например. Они все происходят из рода Кацин-Эленбогена, включая знаменитого Петербургского раввина. Видимо, где-то по дороге этот код потерялся, но вот внутри этой самой культурной традиции, которая возникает на Падуанском кладбище, мы видим вот это самое животное, которое является фонетическим отражением имени Кацин-Эленбогена. Аналогичным образом это, вероятно, связана вот эта фонетическая традиция. Я думаю, что она в первую очередь связана с германским миром, хотя, скажем, Кацин-Эленбогены похоронены на Падуанском кладбище, но они ашкинадские евреи, потому что нечто аналогичное мы можем увидеть на старом кладбище в Вене. Оно сохранилось плохо, но там есть несколько замечательных надгробий. Вот это надгробие правое, которое мы сломили, оно принадлежит юноше, которого звали Фейбуш, а его отец Маше был раввином Вены в то время. Это в гробе 1616 года. И вот, что интересно, у них тоже есть фамилия. Фамилия их Лемель, Ягненок. И как вы видите, вот этот фонетический звук, вот этот, да, Лемель, фамилия, она прямо отражается в изображении этого самого Ягненка на кладбище. И у отца этого самого Фейбуша Маше, который умер позже, на надгробии тоже изображен Ягненок. И тут есть еще одна очень важная деталь, которая связана с этим надгробием. Нам для этого нужно внимательно читать текст, который мы сейчас читать не будем, но только обращу ваше внимание на то, что фамилия Лемель, она написана вот таким сложным образом, и частица Эль в этой фамилии выделена отдельно. Она чрезвычайно актуальна и важна, эта частица. Вот мы можем увидеть, какая игра происходит с этой частицей на другом надгробии, которая слева перед нами. Это надгробие человека по имени Катриэль. Вот вы видите, Катриэль. Вот Кетер, здесь Ют, здесь Эль. И вот это Катриэль, его имя. Это надгробие тоже из Падуи, оно относится к 1554 году. И что мы видим? Ну, мы видим, во-первых, вот такое почти геральдическое изображение. Здесь изображен щит, в котором изображен фозе Рампант, чисто геральдическое фозе Лев, над которым еще вообще корона изображена. А имя Катриэль, оно разбито на три слога. Кетер, Ют и Эль. И каждый из этих самых слогов является неким образом. Вот перед нами Кетер. И вот перед нами Ют. Ют это указывает на колено Иуды или на Исраэль. И это перед нами Лев. И Эль, как частичка, которая связана со Всевышним, она, понятно, никакой особой формы не имеет. Но что интересно и что важно? На самом деле здесь возникает такая игра между текстом и изображением. То есть игра между текстом и изображением, как это происходит в реальной геральдике. То есть вот некоторый девиз своеобразный, который имеет место в чисто геральдических схемах. Здесь изображен геральдический щит, вполне себе нормальный. Все вообще фигурки здесь геральдические. И этим вот подобное изображение, связанное с именем, безусловно. То есть Кетер и Эль здесь имеют целый ряд вот таких характерных метафорических изображений, из которых складывается представление о этом персонаже. Мы понимаем, что этот персонаж тоже не из простого рода. И его форма эта геральдическая, она указывает на то, что евреи очень активно работали с геральдикой. И этим это отличается от картуша на надгробьях Кацинелинбогенов. И я отмечу, что у графского рода Кацинелинбоген, который происходит из этого же места, но только они раньше, чем Кацинелинбогены ушли, с исторической сценой. У них совсем даже не кот. Кот не геральдическое животное вообще, и поэтому в геральдике кот никак не используется, в отличие вот от этого геральдического льва, которое мы видим на могиле Катриэля. Вот важно тут отметить следующее, что геральдическая эмблема, которая связана с именем, она, видимо, была очень близка душе итальянских и немецких евреев. И это попадает на ту эпоху, эпоху 16-17 века, может быть, даже конец 15-го, когда геральдика, которая была присуща только аристократическому сословию в Европе, она как бы опускается, она опускается до городского мещанского сословия. И те, кто путешествовал по европейским городам, наверное, обращали внимание, что на многих памятниках 16-го века полным-полно самых разных геральдических изображений. И на надгробиях мещан городских, которые не являются аристократами, не являются потомками воинского сословия, тоже появляется геральдика. И аналогичные вещи происходят и в еврейской среде вот в этих двух странах. Во-первых, в Северной Италии, во-вторых, в Южной Германии. И вот два примера, которые я вам хотел показать. Один пример левый. Сейчас, секундочку, где эта стрелочка работает. Вот этот пример. Это надгробие с кладбища Лида в Венеции. Здесь изображен такой вполне себе геральдический мотив с воинскими даже атрибутами, с шлемом. А в карту же изображено Солнце и помещен девиз, в котором написано как Солнце. Это, на самом деле, семейство Луна. Совсем даже не Солнце. Такое многочисленное семейство, жившее в Венеции. И это надгробие 1608 года. А вот справа такой геральдический образ. Это типографская марка. И вот это для нас совершенно важно. Мы как раз сможем увидеть не единожды. Далее, как типографские марки, типографские знаки, которые придумывали и брали себе в качестве геральдических образов, типографы еврейские, влияют на изображения на надгробиях. Это издательская марка Цви Бен Авраама Колонимуса Яфы из Люблина. Там издательская марка его. И вот тут мы видим вот эти аббревиатуры Цви Бен Авраам Колонимус Яфы. Захронули Враха это в памяти о своем отце. Вот этот геральдический образ, который помещается на типографские книги, он, в общем, вполне имеет такое дальше широкое хождение. Это мы можем увидеть с вами и на разных надгробиях. Из Венеции и из Павлии. Вот два надгробия тут чрезвычайно любопытных. Одно из них, вот это, это надгробие из Местры. И тут чуть ли не самый ранний геральдический такой образ. Вот мы видим, в щите изображен ворон. Звали его Ефель Коэн. Мы не знаем в точности. И геральдические изображения не должны в точности соответствовать именам, в отличие от того, что мы видели вверх, сверху. И чтобы понять, что евреи действительно геральдики имели вот такую склонность, вот рассмотрим это надгробие Ашера Мешолома 1532 года из кладбища в Павлии. Здесь мы видим два геральдических изображения. И в тексте написано, в тексте написано, что это Маген Гверим. Маген Гварим. То есть знак вот его этого самого, знак аристократического его положения социального. Знак сословный. Прямо вот так вот сказано вокруг этих двух его этих самых геральдических изображений. И о том, что евреи имеют хорошее представление о геральдике, говорит именно о наличии не только этого текста, Маген Гварим, но и двух изображений. Двух. Потому что, вероятно, в результате брака, как это мы позже видим на Ктубот, который происходит из Падуи и Венеции, в результате брака каждый из членов новообразуемой фамилии берёт себе два вот этих самых геральдических изображения. И это очень похоже на то, что имеет место в реальном мире и выходящем далеко за пределы еврейского мира. И надо сказать, что в Северной Италии некоторые семейства действительно имели, по крайней мере, они так утверждали, что они получили документы, которые подтверждают их аристократическое происхождение. Вот Леон де Моден утверждал, что его дед Мордехай получил рыцарство от Карла V. В Мантуе было знаменитое семейство Порталеоны, у которых в документе было написано «Кавальер». Вот такая эпоха, связанная с геральдическими изображениями. И на надгробиях эти геральдические изображения зачастую трансформируются, но тем не менее в ряде случаев они являются фонетическими, по-прежнему так говорю, фонетическими отражением имени. Вот последний пример этого фонетического отражения, который связан с геральдическими эмблемами, но не является геральдикой. То есть надо понимать, что, собственно говоря, это совсем даже никакая не геральдика, а это как бы взятый из геральдической традиции способ изложения. Вот такой аллегорический или метафорический способ изложения имени. Это надгробие семейства Раппа из Падуи. И мы видим в круглом медальоне, мы здесь видим изображение ворона, рук первосвященника, которые, значит, вот под короной находятся. И это изображение, оно нам говорит, во-первых, откуда берется Ворон. Ворон берется, это семейство прибыло из Германии тоже. И на старонемецком Ворон это рабы. То есть вот это фонетическая как бы часть этого имени. А во-вторых, они относятся к семейству Коинов, то есть к семейству первосвященников. Эти Раппа Коины, то здесь появляются вот эти самые две ручки под короной первосвященника. А моделью для них служит типографская марка. Вот эта типографская марка, которая принадлежала деду похороненного здесь человека, она принадлежала Аврааму Минахему Раппа, который происходил из города Порта в Италии. Вот. И эта типографская марка, как мы видим внизу написано, Раппа, Зихроноли врага, не Порта, от этого семейства происходят и все Раппа Порты. Потому что вот Раппа Порты, это и есть фонетически образованная фамилия от этого самого Варна. Двух элементов. От одного элемента это ворон, который мы здесь видим, а второй элемент это место его происхождения, это топоним Порта. Из этого топонима, из птички Рава, образуется фамилия Раппа Порты. Мы поговорили, по крайней мере так, вкратце, о том, как образуется фонетически, с помощью вот этих фонем, образуются визуальные модели на еврейских надгробиях. Еще раз подчеркну, что Геральдика здесь дело прикладное, на самом деле. То есть дело совсем вовсе даже не в Геральдике, они как бы используют геральдический язык или язык геральдических эмблем, точнее говоря, для того, чтобы имя свое на надгробии изобразить. Другая модель, тоже очень распространенная и тоже появляющаяся в Падуе и Венеции в первую очередь, это аллюзии с библейскими протагонистами. То есть протагонист, скажем, если человек Яков, то его библейский протагонист – это библейский Яков. Если это Авраам, то его протагонист – вот этот библейский Авраам. Это чрезвычайно распространенная такая мода, и она тоже появляется в XVI веке. Практически большая часть моделей появляется в XVI веке. Вот перед нами два надгробия. С ними все довольно просто. То есть одно надгробие, левое вот это, надгробие принадлежит Ицхаку Баравраму 1566 года. Это надгробие середины XVI века. И здесь мы видим, да, Ицхак Бараврам Кац на самом деле. И поэтому в этом щите мы видим с вами изображение овцы, овечки. Вот это как бы та аллюзия к библейскому персонажу. Вместо Ицхака у нас появляется, значит, вот и самая овечка, на которую Бог заменил Ицхака во время жертвоприношения. Вот поэтому здесь овечка. А на вторую часть его фамилии по-прежнему указывает вот эта самая коинская символика. И на самом деле вот она какая. Она практически вся однородна на венецианских и падуанских кладбищах, потому что вот две ручки под короной, они просто взяты из такого монтуанского издания XVI века. Это монтуанское издание Сидура. И типографская марка вот она вот таким вот образом переходит на практически все надгробия, где похоронены коины. А справа похоронен Нафталий. Нафталий 1572 года это надгробие. И тут мы видим тоже аллюзию с библейским персонажем. Это Нафталий, который является, значит, вот олененком в соответствии с благословлением Якова. И поэтому на этом надгробии, в отличие от этого, здесь мы видим отцу, а здесь мы видим оленя. То есть здесь вот такая сложная, ну, на самом деле, пока еще не очень сложная аллюзия с библейскими протагонистами, которыми связаны эти самые именем, связаны два этих персонажа. Но есть более сложные, как бы, более сложные вот такие варианты этих самых аллюзий. Они построены не только на изображении, но и на тексте. То есть на самом деле в этих аллюзиях с библейскими протагонистами появляется игра, игра между изображением и текстом. Это некоторый следующий этап, чрезвычайно любопытный. У него есть объяснение причин, и механизм нам более-менее понятен, как это происходит. Действия, связывающие между собой образ и текст. Они работают вместе. Вот слева перед нами слева. Это надгробие гнезанского такого поэта Давида де Сильва. Он умер в 1658 году. И, как вы видите, здесь имеет место изображение Кенора, того инструмента, на котором царь Давид пел псалмы. То есть таким образом Давид де Сильва, благодаря Кенору и благодаря тому, что он поэт, он как бы уподобляется этому библейскому персонажу. Вот здесь, можно сказать, работает некоторый элемент, который называется метонимия. То есть часть одного образа. То есть образ не появляется здесь. Мы не видим здесь Давида, мы не видим здесь Давида де Сильву, а мы видим некоторый атрибут, который принадлежит тому самому библейскому Давиду, но который ассоциируется с этим Давидом, умершим в Венеции в 1658 году. А сам текст здесь чрезвычайно интересен. Он вообще мистический текст, уходящий во всякие разные глубины. Тут в тексте речь идет о том, что душа этого Давида связана с душой библейского Давида. То есть на самом деле здесь есть очень любопытная такая игра между текстом и изображением. А справа мы видим надгробие Сары Сулам Копио 1641 года, тоже с кладбища Венецианского. Вот здесь маленькое такое изображение. Это с другого надгробия этого семейства Сулам. На Венецианском кладбище их там несколько десятков. И на многих из них изображен вот этот Сулам, потому что здесь обыграна фамилия этих самых персонажей. Сулам обыгрывается как Сулам Яков, то есть лестница Якова. И поэтому здесь мы видим вот такую мошку, какую-то мошку такую, которая по всей видимости напоминает ангела, взбирающегося по лестнице Иакова. И тут происходит много всяких разных игр с текстом и изображением, потому что имя мужа вот этой самой женщины Яков. И поэтому Сулам Яков не случайно здесь появляется, дважды оно обыграно. Кроме этого в тексте появляется еще обыгрывание имени Суламид, ее звали. И Сулам превращается в Суламид. То есть, в общем, вот такая сложно устроенная игра вокруг имени персонажа. Мы остаемся пока на Венецианском кладбище. Ну, правая нас сейчас вот эта штука менее интересует. Это довольно та же самая фонетическая модель, связанная с семейством Малах. Вы видите здесь ангела. Это менее интересно. Сейчас мы говорим о библейских протагонистах. Вот это одно из самых любопытных надгробий, потому что это надгробие женщины Цикоры Кальва, дочери Авраама Закутта из Венеции. Значит, Кальва – это очень сложно устроенное имя, фамилия, отчество и все такое прочее. Значит, Кальва – это место. Это место в испанской провинции Пантеверде, откуда это семейство Кальва туда прибыло. И игра здесь происходит именно на вот этом самом происхождении их, на топониме, на Кальва. Потому что Кальва, они ассоциируют чисто фонетически с именем Калиб бен Яфуны. Калиб бен Яфуны – это один из вот этих персонажей, мироглим, разведчиков, которые вошли в землю Израиля, стали праведниками, потому что вот они, в отличие от других, сказали, что там-то все хорошо, все в порядке, там-то и надо жить. Да, вот и поэтому семейство Калиб, поразительным образом, там тоже, наверное, пять или шесть надгробий, на которых изображены вот такие или подобные разведчики мироглим. То есть разведчики мироглим, они ассоциируются с именем этого самого конкретного персонажа и с именем других персонажей, которые происходят вот из этого места, и которые себе вот такую же фамилию, как и Кациноленбогены, они имеют фамилию, значит, Кальва, связанную с местом. Надгробие – это, конечно, крайне любопытное, не только потому что здесь вот так вот обыгрывается это имя в виде мироглим, но еще и потому что здесь изображены все-таки персонажи, хотя я вам говорил, что это… Мы не будем рассматривать антропоморные фигуры, но иногда приходится, если они есть, а они в данном случае присутствуют. Более того, они еще и обнаженные. Это, конечно, все крайне любопытно, немножко не увязывается в том, в русле того курса, о котором я собираюсь или о котором я говорю, о имени людей. Но тут можно выстраивать самые разные предположения, почему они обнаженные. Дальше есть еще некоторые тексты. Я просто вам скажу, что, судя по всему, этот образ связан еще и с возрождением. К новой жизни они встают голыми, у них еще и одежды нет. Поэтому на самом деле эти мироглим, они сложно устроены. Они не только ассоциируются с фамилией, но еще и говорят о будущем возрождении. Скоро мы уже увидели, что евреи все-таки используют антропоморфные фигуры. Иногда они им просто необходимы для того, чтобы сказать то, чего сказать они хотят. Вопрос заключается в культурном окружении. И культурное окружение разное. И взаимодействие с этим культурным окружением разное. Вот у португейских евреев, которые, сефарских евреев, кстати сказать, вот этот самый Давид наш из Венеции, он тоже сефарского происхождения. Но у тех португейских евреев, которые осели в Голландии, и которые осели в... А потом из Голландии двинулись дальше, в Альтону, на север Германии. Вот у них в силу техных контактов, часть из них вообще были маранами, потом снова вернулись в еврейский эмир. У них проще было взаимоотношение с антропоморфными фигурами. Вот, скажем, вот это надгробие. Вот это для сравнения просто. Это наш Давид Дераппа. А вот это Давид Сильва. Давид Де Сильва. Надгробие... Ой, извините. Это Давид Де Роха. Кто Давид Де Сильва? Это Давид Де Роха. Это надгробие из Амстердама 1708 года. Если мы с вами здесь скромненько видим только кино, как часть персонажа, обозначающая персонажа, атрибут, то здесь мы видим вот уже и самого персонажа, который играет, значит, на этих гуслях. А посредине это надгробие из Альтоны. И тут тоже похоронен Давид 1698 года. В Альтоне была могучая португейская община. Вот вы видите, здесь очень такое качественное изображение, значит, псалмопевца. Вот. Но и... Еще покажу два надгробия из Альтоны. Там было замечательное кладбище. В Альтоне это надгробие... Вот Яков перед нами. Вернее, это надгробие Ицхака. Вот. И мы здесь видим вот Авраама, который занес. Значит. То есть мы видим Айкиду. Не барашка, а мы видим Айкиду. А здесь мы видим Сулам Яков. Вполне себе. Вот Сулам, по которому ходят ангелы. Лежит братец. Все. Вполне легитимно. И это тоже еврейские надгробия. Чуть-чуть на столетие, на полстолетие они уже сделаны. И они происходят, в общем, из той же центральной Европы, но только из португейских общин. Вот. Но за этим стоит очень любопытный источник, модель. И эту модель я уже вам говорил о том, что вот в барочную эпоху появляется вот такой язык образов, который находит свое выражение в книгах, связанных с эмблемами. Эмблемат. Это целая такая отдельная страница художественной культуры европейской, где с помощью вот таких изображений, образов и текстов на пересечении между текстами и образами появляется вот такой один, два или три скрытых смысла. Это особым образом устроенная игра, особым образом устроенный язык, эмблематический, не геродический. Это вот такая барочная культура эмблематы. И она очень ярко была выражена в типографских марках, в типографских печатях, где не еврейские, да, в первую очередь не еврейские, где эта традиция вот стала частью художественной традиции. То есть на титульном листе помещалась вот такая эмблема типографа, который сам себе ее, в общем, придумывал, гравировал. Иногда это была эмблема гравера. И поскольку еврейские типографы, они очень тесно работали с христианскими типографами, то эта культура, как мне кажется, как раз через книжную графику в первую очередь, она перешла в еврейскую традицию. И вот здесь я хочу вам показать два варианта вот такой эмблематической еврейской традиции. И каждый из них, как мне думается, повлиял на вот эти два варианта персонификации, связи с библейскими персонажами. То есть один, который позволяет нарративную сцену сделать, вот как это мы видим здесь, да. Перед нами нарративная сцена, иллюстративная сцена, которая нам говорит о связи этого персонажа с его библейским протагонистом. А в этом случае мы видим только некоторый элемент, деталь, которая говорит о связи. Вот эта метонемия, то есть часть образа, которая нам говорит о целом. И вот две модели этих самых типографских марок. То есть одна из них слева, где изображен барашек. Это типографская марка Исаака Просница из Кракова в 1600 году. Это к такой знаменитой книге Иосифа Гикатилы «Шарей Ора». Там это впервые типографская марка появляется. И здесь мы видим вот барашка. Собственно говоря, его же звали Исаак. Поэтому здесь мы видим барашка. А здесь даже написано, что Тмурат Исхак. То есть вместо Исхака и в честь его имени. То есть на самом деле мы видим здесь вот эту самую эмблему, очень похожую на то, как это работает в культуре эмблематы. Есть образ и есть текст, который нам этот образ расшифровывает и отсылает чисто так, как это происходит в метафорах, и отсылает к какому-то скрытому значению мета-образу, который находится за этим изображением. Вот так работают изображения на надгробиях Венеции. А вот так работают изображения на надгробиях в Амстердане и в Альтоне. Это типографская марка Иосифа Атьяса, издателя из Амстердама 1656 года. И здесь мы видим он Иосиф. И поэтому здесь изображена сцена прощания Иосифа с его братьями. Вот она целиком, эта сцена изображена. И все это вписано еще в «Крылья орла». Это как бы отдельная тема нашего следующего рассказа. Но здесь мы видим вот просто такой нарративный сюжет, который ассоциативно связывает Иосифа Атьяса с тем самым библейским Иосифом. Вот буквально так, как это мы видим на надгробиях Альтона. Это то, что касается у нас модели, связанной с библейскими протагонистами. И как мы видим, в значительной степени ее контекст – это контекст книжной и вот такой барочной эмблематической эпохи. Теперь мы будем говорить с вами о более маргинальных таких моделях, которые связаны с конкретным местом. Вот первая такая модель, мне кажется, крайне любопытная, однажды уже добилось прямо в самом месте об этой модели говорить – это Франкфурт, Франкфуртское кладбище. И там модель совершенно замечательная, особая, потому что она образована вот из чего. Вот если мы посмотрим на эту картинку с вами, то мы увидим фасад средневекового дома с еврейской улицей, которая называлась Юденхасса. Это было своеобразное еврейское гетто. Вот одна улица, но длинная и очень такая богатая улица. И на этой улице дома не имели номеров, как и, собственно говоря, все дома в средневековых городах, а все домовладельцы имели шильд, то есть такой, значит, образ в щите. Шильд, да. Шильд с каким-то изображением. И здесь мы видим, по сути дела, три фасада, три шильда мы видим. Это кораблик, это олень, а это шильд для ловли раков, такая сетка, которая связана с рекой Реном. Вот мы видим три этих самых шильда. Этот шильд вместо номера дома и вместо фамилии служил только для домовладельцев. И это вообще изображение первой половины 15 века, замечу, довольно старое. А потом в конце 16 века и особенно в 17 веке мы видим, как вот эти самые образы, вот он кораблик, вот он здесь, вот олень, вот он здесь, вот эта самая рачешня, вот она здесь, да. То есть эти образы перекочевывают на надгробия тех самых домовладельцев, которые, да, которые вот обозначены шильдами на этом самом доме. И, ну, я думаю, что там все такие известные фамилии. Или просто не только, не просто известные, но как бы на слуху фамилии Гринхуд, это зеленая шапка, это просто как бы вот шильд у него был такой. Шварцкопф – это была голова негра, там Вайсблюм был белый цветок, Виндмилл – была ветряная бельница, а Ротшильд, который более не менее известен, это был красный шильд просто. Ротшильд – красный шильд. Вот это все люди, которые происходят из Франкута. Но это не просто как бы ассоциация с их шильдом, а это уже становится ассоциацией с их фамилией. Вот я один пример хочу привести. Это фамилия Драха. И на старом надгробии, которое мы можем вот здесь увидеть, это надгробие 1693 года. И здесь написано Цундраха, то есть к дракону. Вот так, как это писали на шильде. А, скажем, на надгробие, которое из того же семейства, которое появляется уже в середине XVIII века, собственно, раньше, в начале XVIII века, вот этот Цундраху, то есть их фамилия становится Траха, они становятся драконом. То есть здесь работает как бы обратная модель. Обратная модель – образ, изображение становится фамилией человека и становится как бы его личной персональной эмблемой, которая становится фамильной эмблемой. Вот это можно увидеть на семействе этого человека, где изображен кораблик. Это шиф семейства. И левое надгробие – оно из Франкфурта, а правое надгробие – из Альтоны. И здесь мы прекрасно можем посчитать, что это тоже самое семейство шифов. То есть на самом деле вот этот кораблик, он становится семейной эмблемой, и он становится изображением имени этих людей – шифов. И вместе с этими шифами переплывает из Франкфурта в Альтон. Там не близкое расстояние, а образ остается вместе с фамилией. То есть он становится как бы изображением этого семейства. Вот это очень такая специальная модель франкфуртская. Теперь есть еще одна модель, которая очень похожа по характеру своего образования. Это имена людей, которые связаны с профессией. Это не еврейская модель, потому что мы прекрасно знаем, что там смиты могут быть кузнецы, которые с черным металлом работали. Могут быть англичане, немцы, кто угодно, в том числе и евреи. Там семейство шкляр, которые связаны с шитьем бисером. Например, это может быть как украинская, польская, так и еврейская фамилия. Там котлер, который с котлами работали, вот такие медники. Эта фамилия… Больше всего с медью работала еврея в Восточной Европе, поэтому вот эта фамилия закрепилась за ним. Но, на самом деле, это европейская модель, очень такая типичная. Но я не видел ни еврейских надробий, где эта самая фамилия изображается. Вот, например, это с Венецианского кладбища. Да, и это человек ашкинадского происхождения, соответственно. Его фамилия Хаммершлаг. То есть вот он Хаммершлаг. Вот он как бы молотобулц. Он, видите, бьет по наковальне. И это его фамилия. И она изображена таким образом. А этот сольфер, это очень простая штука этих сольферов. Тьма тьмущая. Это тоже из Венеции. Просто одно из самых ранних изображений этого. Его звали Авраам Сафрим. 1625 года. Вот это надгробие венецианское. А это надгробие очень ранее. Из Кракова. 1613 года. И здесь изображен человек, как написано. Значит, по прозвищу Шнайт. То есть портной. И поэтому у него на могиле появляются ножницы. То есть вот их профессиональный статус. Он отражен в фамилии. И он же отражен в этих самых изображениях, которые здесь появляются. Вот теперь мы перейдем к другой модели. Которая называется Пражская модель. Она крайне интересная. Потому что она получила самое широкое распространение в Восточной Европе. В тех местах, которые нам, многим нам хорошо известны. Вот. Пражская модель, она связана с, в общем, фонетической моделью. Конечно. С одной стороны. Да. И старые пражские надгробия, они... Это фонетическая модель германского происхождения. Вот я просто в качестве примера, прежде чем мы перейдем к реальной пражской схеме. Два надгробия перед нами. Это надгробия Вольфа Карпниса из Праги. Изображен здесь Карп 1707 года. А это надгробие тут написано Ганс. Ганс. Гусь. Это надгробие из Альтоны. У всего этого немецкая модель. Это немецкая модель. И на немецких надгробиях, не аристократических, а мещанских, мы можем, значит, увидеть изображение. Вот этот человек как-то нашел. Его фамилия была Вольфлин. И это надгробие конца XVI века. Вот здесь изображен Волк, потому что он Вольф. То есть, на самом деле, за вот этими моделями имен, фамилий, связанных с изображениями, скрывается, конечно, германская традиция. Эта германская традиция продолжается и дальше. Продолжается и дальше. она влияет на появление двойных, двойных имен. Двойные имена в немецком, в еврейском немецком мире, ну, все знают этот определенный набор двойных имен, но мы на нем все-таки немножко подробнее остановимся. Остановимся, потому что, с одной стороны, вот эти двойные имена. Арилиев, которые Лев-Лев, Зев-Вольф, Волк-Волк, Цвигирш, Олень-Олень, там, Дов-Бер, Медведь-Медведь. Оно, во-первых, образовано... Это плеоназм, то, что мы называем, да? То есть, это плеоназм, это своеобразная тавтология, которая является характерной особенностью Беринга. То есть, вот идиш, и там иврит. Или там немецкий, и идиш. Одно и то же, дважды. С другой стороны, многие немецкие имена, они двойные, тройные, четверные. То есть, на самом деле, ничего в этом такого особенного нет. Но тут очень важен выбор этих двойных имен. Вообще не все имена двойные. А вот эта четверка, которую я сказал, она просто относится к четверке имен, связанных с благословлением Иакова. Я там их красным выделял. То есть, это Бениамин. Но мы не видим здесь Бениамина. Это Иуда, но мы не видим Иуду. Это Нафтали, но мы не видим Нафтали. То есть, на самом деле, происходит очень интересная вещь. То есть, происходит своеобразная замена. Вот библейского вернокулярное имя человека. Через животное. То есть, например, Иуда через Зева переходит Варь и Лейба. Бениамин через Волка переходит Зеева в Ульфах. Нафтали через Оленя переходит Свидиша. Проблема заключается только с этим самым Довбером. Значит, вот тут перед нами два... Просто я выявил два медальона. На одном из них похоронен знаменитый Магарал пражский. Вот это правое надгробие. Это Иуда Лёв бен Бецалель. То есть, он Иуда Лёв. Он еще Иуда. То есть, на самом деле, это потрясающе интересный образец. Это 1609 года надгробие, когда еще... Имя уже двойное, но на самом деле в нем есть еще вот та частица, которая связывает его с реальным библейским текстом. А вот это уже, например, Зеев Вольф надгробие через столетие, которое появляется в Праге. И здесь мы уже не видим никакого гениамина. То есть, в общем, происходит какая-то очень любопытная история внутри вот этих самых спаренных имен. И, безусловно, они связаны с благословлением Иака. Теперь вот с Довбером, конечно, проблема, промашка, даже не знаю, требует специального исследования, потому что нет там Довбера в благословлении, а там есть Иссахар, который является осен. И вот такое, ну, по крайней мере, чисто фактологическое исследование, даже не исследование, а чистая фактология, которую у Бейдера можно прочитать. Он главный специалист по именам. Он показывает, что в какой-то момент, значит, имя Иссахар переходит в Бер, а потом становится Довбером. Более того, на Пражском кладбище, вот я видел надгробие, где человек Иссахар-Бер, а потом уже через некоторое время он Довбер. То есть осёл стал медведем. Вот такая еврейская непростая визуальная аномастика. То есть в какой-то момент осёл переходит в еврея. Но на Пражском кладбище можно увидеть ещё некоторые дополнительные этапы, связанные с вот этими персонификацией имён. То есть это не просто там человек становится там Довбером и изображается медведь, или Цвидиршем изображается олень. А этот персонаж начинает изображаться со своими профессиональными атрибутами. И это очень интересно. Это совсем непростая вещь. То есть отдельно были когда-то профессиональные предметы, отдельно были звериные образы. Потом всё это вместе просочеталось. И в общем перед нами некоторая новая модель. То есть перед нами такой развернутый образ. Мы видим, скажем, это всё врачи. Довбер Теллер. Замечательный врач. Это всё начало 17 века. Цвидирш, который сын Арья Лейба. Вот мы видим, он толчёт. Он был аптекарь. И поэтому мы видим, что вот он приготовляет лекарства. Этот вот со стетоскопом стоит. И также мы видим вот это тоже. Очень крупная такая личность. Врач по имени Ари Лейб. Про него там написано, что он Ари Лейб. Бен Руфе Гамефурсам. А этот Руфе Гамефурсам. То есть как бы известный врач, который был его отцом. И он же врач. Его звали Иссахарбер. Вот это вот как раз тот самый Иссахарбер, который нам портит всю картину. То есть он из осла переходит в медведя. И эта традиция, эта традиция, значит, вот этих двойных имён в развернутом таком плане. То есть у нас, в общем, персонификация вовсю. Она переходит на просторы Восточной Европы. Циркуляция происходила, культурная, вместе с людьми. Да, из Праги много кто куда разъехались во Львов, в Галиции. Очень много пражских равинов, детей пражских равинов циркулировало. Они там и седали. И эта традиция, значит, передавалась внутри общины. Вот замечательное надгробие, которое справа, оно как раз происходит из-за Львова. И тут просто целую историю можно просто про этого человека рассказать. Вот его звали Довбер. Вот он, значит, как бы изображён в виде медведя. Он был сыном Арьи Лейба. И вот этот самый у него тут отец, его Арьи Лейб. И оба они были талмудические мудрецы. Поэтому у них вообще-то вот такая вот катар-тара. То есть они вообще мудрые и тот и другой. И кроме этого, вот обратите внимание, что вот этот Довбер, он ещё держит вот такое древо, корни которого вот куда-то уходит туда. И это будет некоторая у нас такая зацепка для будущего, для будущего нашего рассказа про бестиарий. То есть вот такой вот Довбер вместе с деревом, он, в общем, не случает. То есть мы здесь прямо целую биографию человека читаем, кто был он, кто был его отец, каков был их статус. И всё это благодаря вот этим визуальным именам. Довбер Бен Арьи Лейб из Львова. И то же самое, вот та же традиция, она очень активно, скажем, используется в надгробиях на кладбище в Болихаме. Тут есть два персонажа. Значит, один персонаж, левый вот этот, он тоже врач. Это Целегирш, и это его атрибуты этого самого, вот он Целегирш, а это его медицинские атрибуты, они, видимо, пересекаются с атрибутами его жены, которую звали Рейзел. Она, значит, была акушерка. Здесь мы видим всякие женские атрибуты. То есть на самом деле она, имя её здесь никаким образом не отражено, а вот имя мужа, свою девушку и его профессиональные эти самые, мы видим здесь по полной программе изображены. Ну и знаменитое надгробие такого выдающейся личности Довбер Биркинта, который был, мало того, что был виноторговцем, великим, можно сказать, надгробцем, там, токайские вина. Он стал в Европе к дворам аристократов возить, но кроме этого был ещё и человек, сведущий в языках, он знал там 10, 12, может быть, 15 языков он был. Его отец был тоже сведущий в языках, он был переводчиком при Лещинском польском короле, этот участвовал в Довбер в знаменитом диспуте между франкистами и евреями во Львове, написал биографию. В общем, личность фантастическая, зовут его Довбер Биркинта. И поскольку он такой тоже человек великий, и вот это у него, значит, корона, которая написана, там, это фразы из Пиркея, вот что, там есть, существуют разные короны, это корона доброго имени, да, то есть она как бы выше всех. Ну, сейчас, правда, есть ещё вот эта корона пандемии, может, она выше, но, собственно говоря, вот тогда это было, корона доброго имени. Да. Ну вот, это то, что касается вот такой пражской модели. Но есть ещё одна чрезвычайно интересная пражская тоже модель. Это особый случай. И это надгробие… Впервые оно там появляется. Да. Это надгробие Давида Ганса. Давид Ганс 1613 года. Вот это, левая. Давид Ганс – человек знаменитый. Он был историк, который написал исторический труд, «Цембах Давид» называется. Вот, но и написал этот самый трактат по астрономии, который называется просто «Маген Давид». Значит, один «Цембах Давид», другой «Маген Давид». Звали его тоже Давид, да, он Давид Ганс. Вот. И то, что мы видим вот здесь, значит, вверху это Ганс, то есть это гусь. А вот внизу вот этот самый «Маген Давид», который, может быть, впервые появляется на надгробии. И почему он появляется, собственно говоря, и почему «Маген Давид» – это прямо целая, может быть, история за этим рассказана. Довольно сложно логически вообще подвести к тому, почему появляется «Маген Давид» и что он означает. Потому что до XVI века очень маргинальный этот образ еврейской традиции. Он, правда, является символом пражской общины, но его название «Маген Давид» позднее. Шолин в свое время показал, что это вообще относится к XVI и даже к началу XVII века. Ну, может быть, чуть-чуть раньше. И, судя по всему, сам-то Давид Ганс обосновал, что такое «Маген Давид». В книге «Маген Давид», которая посвящена астрономии, он как бы три такие дефиниции этого «Маген Давида» выбил. То есть, с одной стороны, он пишет, что это знак царя Давида, то есть настоящего царя Давида. И он идеальный, потому что он состоит из двух идеальных треугольников, которые являются замечательными фигурами для астрономических наблюдений. Второе – это то, что образ этот очень древний происходит от царя Давида, и истинное значение мы его не знаем. И третье, и это самое важное, что вот этот «Маген Давид», этот «Шильд», то есть щит, он является его охранным щитом. То есть, он должен охранять его, Давида Ганса, от поползновений тех, кто ничего не понимает в астрономии и считает это пустой наукой. Но, несмотря на некоторый вот такой, может быть, и саркастический оттенок, за этим скрывается глубокая такая вещь, потому что уже в эпоху Давида Ганса, действительно, и, видимо, до Давида Ганса, мы это знаем по некоторым разным печатям, скажем, еврейским, которые предназначены и печатем, и амулетом, где появляется «Маген Давид» как, значит, вот протекция, защита от злых сил. То есть, на самом деле «Маген Давид» не случайен, он, в общем, на надгробии вполне возможно связан с ещё протекцией, протекцией души человека. А кроме этого он указывает на вот царя Давида, причём царя Давида как мессию. То есть, он является мессианским в каком-то смысле образом. И подтверждение этому мы видим. Во-первых, есть исследование такого, сейчас как его зовут, Владимира Садыка, замечательного исследователя Чешского. Он показывает, что все люди с именем Давид в 17 веке, их там 19 надгробий, они все имеют вот эти самые «Маген Давиды» на Пражском кладбище. Ну, а я ещё привёл пример вот такого надгробия. Это из Миколова, а когда-то это было Никольского надгробия 1709 года. И этого человека звали Давид Лус. Вот мы видим «Маген Давид». И это же традиция «Маген Давида», связанного с Давидом. И с царём Давидом, безусловно. То есть, вот тут есть вот эта ассоциация с библейским протагонистом, но на самом деле мессианского характера. Это вот переходят на разные кладбища Восточной Европы. В частности, это вот Сатанов. Это Сатанов, люди в Сатанове, в таком замечательном месте. Вот. И это человек по имени Авраам Давид 1775 года, как мы видим здесь дату этого надгробия. Ну, и модель. Я просто хотел вам показать, откуда такие модели берутся. Это модель из титульного листа первого молитвенника, первого сидура, который был напечатан в Центральной Европе в 1512 году в Праге. Это пражская модель. Вот. Она чрезвычайно интересная для рассмотрения вот этих самых визуальных имен, потому что, значит, комиссионеров там было четыре или пять, которые сложились, образовали эту типографию, напечатали, в общем, еще и пражскую роду знаменитую. Вот. Два из них были левитами, и вы видите эти самые, здесь и написано, что это леви, и вот их эти самые сосуды левитские. Одного из них звали Нафтали, и вот мы видим как бы его этот самый, одного звали Иуда, и мы видим льва здесь, и мы видим льва здесь, и мы видим с вами Маген Давид, он, правда, очень такой декоративный. В точности сказать, является ли это символическим изображением, вот каким-то, который нас выводит к таким же сложным дефинициям, как и надгробия Давида Ганса, сложно, а внутри написано, значит, Мордехай Сафер, то есть еще вписался тот человек, который участвовал в этой типографской работе. Вот это. Но чисто визуально, судя по всему, она стала очень популярной, и здесь мы видим вот этот Маген Давид. Вот мессианские имена и изображения мессианских имен, помимо Давида, в Восточной Европе есть еще одна такая маргинальная штука, но вот годы наблюдений приводят к мысли, что появление разных единорожков, вот таких на надгробиях в Восточной Европе, и я не могу сказать, что стопроцентно это так, но, наверное, порядка 90% вот такого рода надгробия этот образ единорога, он связан или с именем Йосиф, или с именем Минаши и Фраем, которые являются сыновьями Йосифа. Да, и вот впервые этот образ появляется как раз в ту самую эпоху, когда многие особо выделенные персонажи в Восточной Европе в связи с драматическими событиями, вот последующими Хмельничины, потом Байдаматчины, они себя воспринимали как жертвенного мессию, как мессию Бен Йосифа, то есть мессия из рода Йосифа. Да, вот существует ведь еще и такой персонаж. И вполне возможно, вполне возможно, только на уровне предположений можно думать о том, что вот этот образ связан с вот таким жертвенным мессией Иосифом. Но, что точно можно сказать, в этих случаях и еще в десятках других этот образ связан с именем, этот образ связан с именем Иосиф Минаши или Фраем. Вот это надгробие, которое мы видим слева, оно замечательному человеку принадлежит. Это человек по имени Иосиф Йоспо из города Аполлонная. И он был сын вот этого Йосифа Йоспо, который такой мистический клоис в городе Остроги в свое время открыл. И здесь мы видим, вот видите, вот такой мертвый единорожек лежит, который символизирует вот этого самого Йосифа, Йоспо. Вот, а здесь лежит человек по имени Минахин Минаши. Вот, и мы видим вот мертвого единорожка, который, это из местечка Азаринцы. Единорожка, который, значит, вот символизирует этого самого покойного. Вот, теперь, ну, мы подходим, в общем, к концу нашей лекции, время уже. Я вам хочу показать то, как это происходит в более поздние времена. Это традиция изображения имен в Центральной Европе и в Северной Италии. Она угасает. И, собственно говоря, за исключением, может быть, каких-то очень редких маргинальных памятников, мы не видим там ничего подобного. И изображения эмблематические, связанные с фамилией, тоже исчезают. В Восточной Европе это вполне себе. Такой же консервирующийся мир, долго, значит, существовавший, вплоть до Второй мировой войны. Вот два образца я только покажу. Один из них — это замечательное надгробие «Изброд» 1889 года. Вот. И там похоронен Яков, сын Авраама. И тут мы по нему можем увидеть вообще всю историю, потому что тут написано, что это Эшель Авраам. А здесь написано, что это посох, с помощью которого Авраам пересек, значит, это самое, Ярдан. А здесь это самые овцы Якова и осиротевший дом. И здесь вообще тот самый, который тоже с фразой Эшель Авраама. То есть на самом деле вся история, ну не вся история, но по крайней мере центральная история, связанная с Яковом и Авраамом, она находит отражение вот прямо на этом самом зеркале, фасаде этого надгробия. И оно позднее, да, 1889 год. Тут просто оба имени, они получают такое свое визуальное воплощение. Вот. И это один из поздних примеров, тоже таких парадоксальных, потому что их довольно много. То есть там человек с именем Хутман, он может быть изображен в виде шляпы. Вот. А женщина по имени Цепора, таких полном-полно, она будет изображена в виде птички. Но этот вот, пожалуй, такой редкий случай, потому что здесь изображен человек по фамилии Элефантер. Элефантер. И это из Сатанова. Здесь изображен слон. Что по-немецки? Неаиди же. Это элефант. Вот мы здесь видим этого элефантера. Это в году 1893 года из Сатанова. Это как бы вот такой, ну, парадоксальный, конечно, случай изображения имени. Но, тем не менее, очень значимый. Вот теперь. Традиция изображения вообще людей. То есть на самом деле за этим ведь скрывается очень много всяких разных непростых вещей. То есть почему человека надо изображать? Почему он появляется? И она, в конце концов, вот вырождается. И в таких, на кладбищах Румынии, в городе Рома, и не только. Но в Румынии это особенный интерес. Там просто вместо всего того, о чем я с вами говорил, в связи с развитием фотографий, начинают просто помещать портреты людей. Ортодоксальных, традиционных. Мы видим вот два традиционных человека. Это не муж и жена. Это разные надгробия. И они, значит, одно из них 1908 года. И там лежит Эфраин Мендель. Вот это он. А здесь лежит Сара Батьяков. Это 1911 года надгробия. Если более ранее. Просто эти портреты лучше сохранились. Но они являются некоторым таким следствием всего того, как мне кажется, о чем я говорил. Потому что главное, что скрывается за всеми этими штуками, это необходимость как бы персонифицировать. Персонифицировать, точнее говоря, человека. То есть выделить его каким-то образом. То есть выделить индивидуум. И понятно, что на самом деле это должно быть связано с эпохой гуманизма, с эпохой Ренессанса. Вот эти идеи, связанные с личностью и с индивидуумом, они проникают в еврейскую среду. Безусловно, и не случайно это именно начинается там, в Венеции, в Падуе, в Амстердаме, в Альтоне. То есть индивидуализация – очень такой важный процесс, который связан с новым временем. Но это не всё. Это только часть этой самой проблемы. Потому что другая часть проблемы связана с тем, что одновременно с индивидуализацией в еврейском мире происходит и некоторая ритуализация. Это идут два процесса параллельно и одновременно. То есть происходит ритуализация жизни и смерти. И в те эпохи, о которых я вам говорил, 16-й, особенно 17-й, 17-й для этого наиболее характерен, именно тогда, когда появляется больше всего изображений. Появляются и тексты, и книги, которые в значительной степени могут, я не знаю, прямо, может быть, они нам и не могут объяснить, но, тем не менее, эти книги говорят о нескольких вещах. Первое. Ритуализация жизни и смерти связана с особым отношением к душе человека. И эта душа, она не безымянна. Эта душа должна иметь для того, чтобы сохраниться и восстать из мёртвых. Даже характер тех популярных книг, которые появляются в эту эпоху, говорят нам вот об этом индивидуальном представлении о восстании из мёртвых. Скажем, самая популярная книга в 17-м веке, в 16-м, потом в 17-м, которая издаётся в Париже, в Венеции в большом количестве, это книга пророка Даниила, где идея того, что те, кто будут найдеными, записанные в книгу жизни, они восстанут по жребию. И это принципиальное отличие, это индивидуальное восстание из мёртвых. Совсем не такое, как мы видим у пророка Исаии. А кроме этого, наряду с этими книгами появляются книги очень важные, которые влияют на… Это книги с фатской школы. Там сначала появляется книга «Шнейлухотабрит», где просто реализировано буквально всё, и характер перехода от жизни к смерти. Но кроме этого, её следствием является появление книги Шаарея Гилгулим. То есть нет, не следствие. Это книга Арии Лурии. То есть книга врат этих самых… круговращений душ. Следствием из которого является книга такого «Минаха и Маазария Испана», который называется «Сефир Гилгулейны Шамот». То есть книга вот этих самых круговращений душ. И в этой книге как раз вот то, когда я вам показывал библейских протагонистов, в этой книге как раз очень много внимания уделено связи между душами-именами, именами конкретных людей и именами библейских персонажей. И особое место в этом наборе имён занимает имя Шмуэль, где последняя частичка комитическая «Эль», которая связана с Всевышним. И автор книги просит вообще так походя не называть этим именем детей, потому что это чрезвычайно ответственно. Вот. И ещё одна книга, на которую я хотел бы указать, эта книга чрезвычайно важная. Это книга Берахи из Модене. В 1639 году она и издана была. И эта книга называется «Мавар Ябок». То есть переход реки «Бог», через которую перешёл библейский Яков. Но это метафора. Речь идёт о переходе от жизни к смерти. Вот ритуализация этого процесса достигает своей вершины. И одним из главных моментов во всём этом является необходимость удержать душу. И душа, да, для этого существует как раз и Хевракадиша. И душа эта удерживается с помощью имени. То есть душа не может быть безымянной. Как только она... А есть разные варианты потерять это имя. Его надо удерживать. То есть имя является необходимым атрибутом для восстания из мёртвых. Ну вот. Собственно говоря, это то, что я хотел изложить сегодня. Это то, что я хочу. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!